здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке я хочу подробно поговорить о вообще меню то есть какие-то меню я тут не доделал уроки не знаю доделали ли вы рассмотрим вот это горизонтальное меню и вот это вертикальное если вы вот так еще не вывели страницы и если вы еще не знаете как это сделать вот так вот видите разделение аксессуары у меня отдельно я сейчас вам это покажу то есть наш магазин который мы делаем у нас здесь выведен только один товар я надеюсь что вы вот это уже решили как это сделать потому что здесь уже принципе не сложно но давайте все-таки пройдемся переходим в админку переходим меню меню left мы с вами делали и вот видите у нас идет разделитель смартфоны и только один пункт меню который ведет на продукты apple он других просто продуктов здесь нет нет смысла их заполнять да они добавляются по аналогии вы уже конечно же добавляете во все свои категории все ваши товары ну и что мы делаем мы нажимаем на кнопку создать сразу нажимаем на кнопку выбрать выбираем джумал касса и выбираем продукты отображает список продуктов и здесь мы выбираем у нас шли смартфоны apple 1 это мы пока пропускаем под категории да потом идет у нас смартфоны samsung заголовок пишем смартфоны самсунг родительский элемент это у нас смартфоны обязательно выбираем нажимаем сохранить давайте обновим страницу каталог товаров и вы видите у нас аналогично здесь добавляется смартфон samsung ну соответственно товаров здесь нет поэтому здесь нет продуктов если нужны иконки вам для этих пунктов меню то переходите параметры ссылки до изображение ссылка здесь подбирайте иконочку давайте еще одну создам чтобы чтобы у вас закрепилась информация мы нажимаем создать выбираем пункт меню jumal касса продукты из-за категории мы теперь выбираем у нас следующий идет смартфоны sony заголовок меню смартфоны sony пишу обязательно родительский элемент смартфоны нажимаю сохранить еще раз обновимся чтобы подтвердить вот пожалуйста видите вот подставлять смартфоны sony здесь у меня их больше сейчас я ставлю видео на паузу заполняю их все и вы для закрепления информации если вы конечно же еще это не сделали вы это проделываете обязательно сделайте это потому что информация должна у вас закрепиться и так я заполнил все категории как в демо у вас должна быть картина примерно такая же только со своими названиями со своими товарами дальше если вы не догадались как сделать вот такое разграничение в одном пункте меню то есть аксессуары я ведь отделил от каталог товаров сейчас я это объясню я выхожу из меню нажимаем например создать называю аксессуары тип пункта меню я выбираю системные ссылки разделитель у меня здесь имеется иконочка поэтому я перехожу параметры ссылки и выбираю конкурс с компьютера размер подходит 30 2 на 32 пикселя выбираю открыть загрузить вставить нажимаем сохранить если мы сейчас обновим страницу вы видите у нас здесь подставилась новый пункт меню только он находится ниже чем другие пункты меню как менять местами я надеюсь вы это тоже уже знаете мы можем посмотреть перейти на вкладку пункт меню посмотреть правую часть и посмотреть порядок нам первым ее не нужно давайте попробуем выставить вот так каталог товаров нажмем сохранить обновить и вот аксессуара перемещается вторым пунктом после каталога товара ну и таким же образом мы делаем пункты меню далее у нас идет чехлы для apple но здесь же нажимаем сохранить и создать название пишу чехлы для apple тип пункта меню я выбираю джуму кассы то же самое продукты и выбираю продукт чехлы для apple который мы с вами уже создавали родительский элемент вот здесь вот как раз таки нужно выбрать уже не смартфоны а мы выбираем аксессуары которые только что создали нажимаем сохранить обновляю сайт здесь появляется стрелочка значит есть подпункты меню и вот пожалуйста то же самое что я и хотел вам показать как я разграничил в одном меню несколько пунктов меню то есть получается все то же самое ну и соответственно тут у меня еще остается два созданных аксессуара которые надо заполнить я сейчас ставлю на паузу заполняю их без вас а вы заполняете под свои товары и так я заполнил и под категории аксессуары думаю здесь вам все понятно дальше теперь давайте поговорим о меню которое расположено по горизонтали если мы посмотрим сюда на наши демо здесь что мы видим на кнопке главное как иконку вешать вы уже умеете но здесь помимо слова главное есть еще какой-то текст добро пожаловать то есть вот такое меню причем в каждой вот этой вкладке меню если вам нужно можно разместить какой-то дополнительный текст более меньшего такого размера да как это делается мы выходим из меню клик ему 10 меню и у нас это уже май меню горизонтальное меню май меню вот наш пункт меню главное мы заходим внутрь если мы хотим какой-то текст видеть ниже основного текста мы вот здесь вот заголовок меню после слова главное ставим пробел переключаемся на английскую раскладку клавиатуры зажимаем shift и находим на клавиатуре косую черту зажатым шифтом нам нужно поставить вот такие две прямые линии далее мы ставим пробел и пишем все что нам нужно то есть вот после вот этих вот значений текст который будет написан после добро пожаловать он будет размещен ниже текста главное вот эта конструкция она работает именно в этом шаблоне если будет какой-то другой шаблон скорее всего так уже не сработает там либо другой будет какой-то вариант либо этого варианта вообще не будет давайте посмотрим нажимаем сохранить обновляемся и вот пожалуйста да у нас появляется кнопка главное с новым текстом добро пожаловать и я сразу же тоже размещу здесь иконочку обновляемся и у нас теперь пункт меню главное абсолютно такая же как и здесь дальше у нас идет производители но я думаю что вы уже знаете догадываетесь по крайней мере как это делать давайте проделаем здесь же где главное мы нажимаем создать заголовок пишем производители для этого пункта меню если дополнительный текст нужен вы уже знаете как это делается выбираем тип пункта меню выбираем jumla и выбираем вот видите пункт производителей также можно выбрать производитель отображает страницу выбранного производителя то есть если вдруг нужно будет вывести только на один производить на одного производителя то у нас есть такая возможность здесь мы выбираем все производители дальше здесь понятно все можно какое-то описание задать мы с вами сразу поставим иконочку нажму выбрать выбираем нужную иконочку открыть загрузить все то же самое вставить и не забываю на вкладке метод данные описание для каждой страницы здесь прописать то есть описание данной страницы это нам нужно для seo для поисковых машин нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся появляется вкладка производители кликаем и здесь у нас будет список производителей как вот здесь здесь просто создана два производителя здесь я создал один кликаем и попадая внутрь производителя на ту страницу которую мы с вами уже редактировали и так что у нас еще сами остается из jumel касса из пунктов меню давайте посмотрим аккаунт покупателя вы уже знаете категории корзин покупателя знаете один продукт отображает страницу выбранного продукта то есть можно выбрать страницу который будет вести только на один продукт который вы выберете здесь все понятно в принципе поиск продуктов то есть мы можем сделать помимо поиска на сайте еще и страницу поиск продуктов продукты понятно производители производитель и остаются еще две страницы создать продукт отображает форму для добавления продукта на сайт То есть как вы в админке продукты добавляете на сайт, так же можно сделать, чтобы с фронтальной части сайта добавлять продукт Это может подойти, если у вас есть нанятый сотрудник, которому вы не хотите давать доступ к админке, которому можно добавлять товары именно с фронтальной части сайта Здесь ничего сложного нет, просто выберите, обзовите как-нибудь страницу и все, сохранить Еще можно перейти параметры, категорию по умолчанию назначить какую-то, либо человек сам будет выбирать Здесь нет смысла все это объяснять, здесь все то же самое Создадите страницу и там с легкостью товар будет добавлен И остается еще страница заказа, отображает страницу заказа с формы платежа, которую мы с вами создавали Я не вижу вообще смысла отдельную страницу такую делать, но здесь она присутствует, может быть кому-нибудь пригодится Мы разобрали с вами все пункты меню компонента джума касса Давайте теперь посмотрим, как организованы вот эти пункты меню Доставка и оплата То есть вы вообще сами должны для себя решить, какие страницы вы здесь хотите видеть Соответственно подготовить свой текст для этого Я сейчас быстренько пробегусь, покажу как это устроено Это уже не за счет магазина, это уже за счет нашего движка джума Также страница и гарантия, также с вашим текстом Отзывы, позже поговорим Возврат и обмен текст Ну и страница контактов Также позже об этом поговорим Вот давайте доставка и оплата Для начала вы идете в материалы Менеджер категорий И создаете для каждой статьи Ну или может быть одна категория для всех статей Именно вот для этих пунктов меню То есть доставка, оплата Вы создаете категорию Я воспользуюсь одной вот этой категории, которая у нас по умолчанию Дальше мы переходим в материалы И нажимаем создать В заголовке, например, пишем доставка и оплата Здесь выбираете категорию Я здесь детально не останавливаюсь Потому что я вам уже говорил Что у меня есть пошаговый бесплатный курс Именно по джумле Если совсем у вас нет навыков по джумле То я вам советую этот курс просмотреть Ну или в принципе можете за мной повторить Здесь в принципе все понятно Здесь вы пишете само вот это тело сообщения То есть тело страницы У нас будет пункт меню ссылаться Вот именно сразу на статью И это будет как бы как страница Здесь я просто дублирую свою страницу Которая у меня создана в демо Соответственно весь этот текст Он уже весь ваш То есть ваши условия, ваша доставка Вы сами для себя тут определяетесь и решаете Мы нажимаем сохранить и закрыть У нас статья готова Смотрите, нам статью надо вывести теперь на сайт Мы переходим в меню Майн меню Нажимаем создать Заголовок пишем Доставка и оплата Тип пункта меню Мы выбираем материалы И выбираем материал Отображает отдельный материал И вот здесь в появившемся новом поле Выбрать материал Мы выбираем только что созданный Наш материал Доставка и оплата Нажимаем сохранить Идем на сайт И у нас появляется Видите страница Доставка и оплата Кликаем сюда И у нас страница здесь уже работает Кстати, сразу работает здесь и форма комментариев Как отключать Вы уже знаете То есть для этой страницы Если не нужна форма комментариев Ну и давайте создадим еще Страницу гарантии По аналогии Переходим в материалы Менеджер материалов Создать Заголовок гарантия Категория Сами решайте Та же Или создаете под нее новую Я лишь копирую Мою созданную страницу Через HTML Нажимаю Сохранить Закрыть Давайте еще создадим Здесь вкладку Отзывы Отзывы В принципе Можно вывести Опять же Нашей вот этой формы Комментариев Мы вкладку Просто называем Отзывы Подключаем Комментарии И это будет считаться Отзывами Конечно же Есть другие варианты Как можно это организовать Но в принципе Этого достаточно Тоже будет вариантов Чтобы отзывы у вас Нормально смотрелись Конечно же Для каждой вот Статьи Я рекомендую Категорию Создавать отдельную Сейчас я вам просто Показываю Как это работает Дальше Менеджер материалов Нажимаем Создать Пишем Отзывы Например Здесь Вы должны Написать Какой-то текст Может быть Правила отзывов Может быть Какая-то фотография Логотип Вашего магазина Чтобы страница Не была пустой Я пока Ничего заполнять Не буду Я просто Нажму Сохранить И закрыть Далее Мы переходим Меню Опять Майн меню Создать Заголовок Пишем Гарантии Пункт Меню Материалы Материал Выбираем Материал Гарантии Сохранить Закрыть Создать Заголовок Отзывы Выбрать Материалы Материал Выбираем Отзывы Сохранить Закрыть Идем на сайт Обновляем страницу Появилась гарантия И отзывы Нажимаем гарантия Соответственно Здесь текст О гарантии Отзывы Здесь у вас Вот так В принципе Отзывы и будут То есть Только здесь Вам нужно будет Для Этой страницы Например В настройках Отключить то Что вам не нужно Например Где опубликовано В какой категории Вот это печать Эмейл Если надо Ну и в принципе Вот форму комментариев Использовать можно Как отзывы То есть Отзывы о вашем магазине Здесь Не забудьте В статье написать Что нибудь красивое Там Какие слова придумать Текст Оставьте пожалуйста Отзыв о нашем магазине Там О наших сотрудниках О нашей работе Все ли вам нравится Что нибудь такое Здесь написать Красивую картиночку Можно вставить И так далее Все в статье И все будет здесь нормально На этом уроке Я заканчиваю Ваше будет домашнее задание Создать Возврат и обмен Кнопку по аналогии Создается Или же создать То что вам здесь Самим нужно Создать дополнительные Пункты меню Информацию обязательно Закрепите Создайте необходимые Здесь страницы На этом здесь все И увидимся В следующем уроке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому